Всем большой привет! Меня зовут Марина и сегодня будет обзор товаров из магазина Светофор. Надо закупаться. Вы знаете, почему надо закупаться. И мы тоже закупились. Прог. В принципе, обычные товары. Думаю, вы, наверное, делаете то же самое. Но у нас в магазинах в данный момент, на момент закупки, вот, в марте месяца, в середине месяца, пока тишина, в поездках никто не ходит. Но люди, смотрю, много воды покупают также. Ну, короче, ездят с тележками. В принципе, раньше Светофор все катались с тележками. Мало там кто покупал, три продукта. Ну, и мы обычно сидим, тоже закупаемся. Но, тем более, нам, как бы, все об этом говорят, что надо запасаться. Вы знаете, по какой причине. И, как вы думаете, чем мы первым запаслись? Ну, конечно, это вот это. Это вот такая туалетная бумажка трехслойная, 8 рулонов в упаковке. Делюкс нравится, классная, в общем, хорошая, шикарная бумага. С облачками. Мне это нравится. Такая мягкая, приятная, воздушная. Так, и запаслись мы вот раз, два и три. Думаю, нам пока, наверное, хватит. Цена каждой упаковки 79,90. То есть, 80 рублей каждая упаковка. Достаточно выгодно за такое качество. Сверху я еще ляпну вот такой бумаги влажно-туалетной. Первый раз вижу у нас в магазине с молочной кислотой, с экстрактом ромашки. Это вдовесок. Здесь ее цел 100 штук. Цена этой бумаги 44 рубля. Прекрасная. Отличная. Давайте посмотрим, какое у нее качество и как она пахнет. Так, так, так. Ну, и здесь такая салфеточка идет. Рыхленькая. Ну, обычная салфетка, короче говоря. Пахнет очень так приятненько, кисленько. В самый раз. Увлажнение и нежный уход. 44 рубля. Так, бумажка мы затарились. Далее, естественно, идет полотенце бумажное идут. С них, кстати, прекрасно можно делать одноразовые повязки. В принципе, народ, наверное, до этого и берет. Но я взяла только одну упаковку, так как у меня в запасе есть еще рулончики. Такая у нас, это у нас новинка. У нас другие варианты со светофора. Хорошая, отличная бумага. Вернее, полотенце бумажное. Это прям мне тоже как-то очень нравится. Смотрите, какие огромные рулоны. Цена 86 рублей 50 копеек этих двух громадных рулончиков. В общем, классная. Будем пользоваться. Так, изготавливается из 100% целлюлозы. Большой помощник в каждый дом. Длина рулона 34,5 метра. Ну, размер листа 23 на 23 сантиметра. Я не думаю, что смысл прям стоит показывать. Ну, смотрите, она вот такая вот внутри. Тесненая, классная. Уже вижу. Также самые выгодные салфетки любые. Это в магазине светофор. В экспрессе никогда не беру, что разговаривала, потому что там дороговато. Здесь отличные салфетки. Всегда влажные, всегда хорошо пахнут и хорошо работают. Детский саловер. Вера, не первый раз. Берем без содержания спирта. Гипоаллергены. Для всей семьи прекрасно подходят. Приятный аромат. Хорошие салфетки. Смысл их открывать, если не отличные. 100 штук стоит 34 рубля 50 копеек. Бру 30 рублей 50 копеек. Ну, и вот такая штучка за 17.50. Милана. Классические такие легкие-легкие прокладочки дамские. Каждая штучка в своей сумочке. Опять, вот такие прекрасные салфетки. 13 рублей 10 копеек 100 штук. Отличные бумажные. Нравятся, хорошие. Там тоже легкое такое тиснение есть. Про запас необходимая вещь в доме. И не только. Так, вот такие у нас бумажные запасы. Также прихватила мешки для мусора. 19 рублей 50 копеек. Так, что у нас здесь уже брала. Они, конечно, тоненькие. Ну, вполне, знаете, сносные. Острые, ничего не бросайте в ведро. И вполне-вполне хватает. Ну, что-то запаковать еще. 30 литров 50 штук. Обычно в корзинах валяется у нас там множество всяких носок. И разных женских, детских, мужских. А это почему-то детские лежали. Женских я не видела. И мужских я забрала. Вот последнюю вот такую упаковку. Кстати, такие именно ни разу не брала. Брала несколько раз носки мужские. Именно. Они такие черно-серого цвета были. Там, по-моему, разных расцветок. Именно трое в паре. Видеообзор их показывала. Что-то 120 рублей, по-моему, три пары. Там мужские стоили классные носки. Не рвутся, не кашлатятся. Отлично переносят стирку. Мне так они понравились. Я хотела их опять купить. Но их не было. Взяла вот такие. Такие ни разу не брала. Не знаю, что за качество. Ну, думаю, тут 5 пар, кстати, их. Не помню, тот же сам производитель или нет. Размер 43-44. Хлопок 80%, 15% и 5% эластан. Цена за 5 пар дешевле 88 рублей 50 копеек. Муж не хотел брать. Говорит, какая-то ерунда, ерунда. Говорит, давай попробуем, возьмем. Говорит, те же были классные. Тоже не хотел брать. Так что проверим. Безинка здесь все вроде с виду хорошая. И приятные на ощупь. В том смысле, что они хб-шные. То есть для ног это хорошо. Да, что-то в нашем магазине нас какие-то подрасхватали. Так, затариваться, так затариваться. Без консерв никуда. Естественно, что нам нужно. Это к салатикам кукуруза сахарная. Взяла 4 банки. 37,90. Каждая баночка вкусная, отличная. От практик мне очень нравится. Это сахарная кукуруза. Она прям набитая и там очень мало жидкости. Прихватила 3 баночка вот такого зеленого горошка. Именно, по-моему, точно такой я не брала от Ботаники. Ну, сколько я не брала горошек, знаете, плохой пока мне не попадался. 29,90. А 30 рублей стоит каждая баночка горошка. Выгодно. Я думаю, будет хороший. Нам пока хватит на месяц этих консервов овощных. Замечательно. 26,90. Такая фасоль натуральная. Брали красная. Нравится. Пригодится баночкам куда-нибудь в салат. В винегрет, возможно. Так, еще добавила себе белизны. Без белизны никуда. Так что, тем более в наше время нынешнее. 39,90. То есть, 40 рублей. Вот такая белизна. Нравится. Пользуюсь ей. Стоит у меня сейчас в пользовании. Концентрат. Супер отбеливание. Она для белья. Унитаз ей прекрасно. Можно помыть. Все, что хотите. Можно использовать вместо Доместерса. И мне нравится, что она не сильно жидкая. То есть, все-таки такая достаточно густоватая формула. Она очень удобная. 10,00 л за 40 рублей. Запах, конечно, белизны. Хора. Прихватила таких два супчика со звездочками. Мне нравится. Вкусные звездочки. Такие не развариваются. Гринобланка. Думаю, всем знакомые. Вот две пачки взяла. Ну, на 4 порции. Ну, стандартно. 15 рублей каждая пачка. Я, конечно же, запаслась с макаронами. Потому что в данный момент все покупают макароны, гречку. Но гречки у нас в магазине только в пакетиках. Я такую не люблю. Я люблю килограммовые пакеты брать. В магазинах у нас в магните в данный момент только дорогая гречка. По 90 рублей дешево все разобрали. И самые дешевые крупы тоже разобрали. Это кисловодские. Ни разу такие не брала. Стоит 40 рублей вот этот килограмм. Твердый капот пшеницы. Ну, надеюсь, так оно и есть. Ну, раз надо запасаться, так я запасаюсь. Раз. Два. И три. Я брала урожайшку. Обязательно надо промывать. Иначе могут слипнуться. Вот это у нас... Так, сколько это у нас? 900 грамм. Хорошие макаронки. Мне нравятся. Но я всегда их промываю. Потому что мне кто-то писал, что они слипаются. Как они не слипаются? Ничего такого проблем таких нет. Но я обязательно промываю макароны. Правильно это или нет. Но тогда они прекрасные и вкусные. Каждый пакет 26,50. Так. Карантин, не карантин. Но орешки мои мужчины очень любят. Поэтому с удовольствием им поджарю. Если им будет тоскливо, одиноко и скучно. Так. Тут, кстати, вес 700 грамм. Цена 90 рублей. Выгодно. Не разбрали. Вкусные. Ну, хорошо. Это еще их и пристарить, когда вы жарите. И будет еще вкуснее. С телеком или к пиву. Что еще делать? У нас обычно продается крупа в 5 килограмм. Ну, в таких больших пакетах я их не брала. Но взяла вот такую пачечку. Это у нас овсянка. Полезная, приполезная. 400 грамм. Кстати, тут 4 злака. Я только сейчас прочитала. Думала, просто овсянка. Ой, надо было больше взять. Хлопья зерновые, не требующие варки. Куда мои глаза смотрели? Я думала, просто овсянка. Так. И состав. Хлопья овсяные, ячменные, пшеничные и ржаные. Блин. Обратите внимание. Берите несколько таких пачек. Цена всего 19,50. Очень питательно, сытно и полезно. Русскому человеку без майонеза просто не выжить. И не каждый захочет его дома сам барганить этот майонез. Это только по желанию. Хотя, если будет много времени, можно сделать это вручную. Но мне было проще купить. Вкусный майонез. Постоянно беру. Мне нравится. По 800 грамм здесь упаковки. Каждая. Вот. Это, по-моему, тоже. Да, тоже 800. И они вкусные тот и этот. Поэтому с удовольствием берем и едим. Цена каждой пачки. 59,90. 60 рублей. Красота. Мои мужчины тоже не могут жить без кетчупа. Тем более, куда макать мясо? Он макать его в кетчуп. И не знаю, куда, что с ним еще дальше делать. Можно использовать вместо томата. Борщичок добавлять, на крайний случай. Так что вещь нужная. Поэтому запаслись еще. Кетчуп Хайнс 450 грамм стоит 40 рублей. Кетчуп Мистерика 940 грамм стоит 67,50. Достаточно здорово. Почти килограмм. И все это может долго храниться. Оно упаковано. Кстати, приобрели вот две пачки вот такой новинки. Взяли на пробу. Никогда не брали. Это какой-то мясной продукт. Классно стоит 250 грамм. И стоит 102 рубля. Вкусненький. Взяли на пробу и очень понравился. Прям классно. Кнутый называется. Колбаски сырокопченая. Посмотрите тут состав. Одну пачку, естественно, мы уже съели ее. Это про запас уйдет. Также хорошо сохранится вот такая стандарт колбаса. По-моему, мы ее брали. Щедрая Сибирь называется. Сырокопченая, полусухая. Так, состав посмотрите. Не буду уже временно это тратить. Прочитайте. Так, состав синина, говядина на первом месте и так далее. Хотела ее убрать в заначку, но ночной грудин пришел и съел вот уже кусок колбасы. Но мы ее брали. Сразу хочу сказать, что она достаточно вкусная за эти деньги. Вполне можно брать. Видим, цена 326 рублей 50 копеек за килограмм. 208 рублей палка вышла. Стандартно прихватили кирьешек. Всегда прихватываем. Тем более, со вкусом холодца и хреном. Это в нашей семье любимые. Остренькие. Вес каждой пачки 100 грамм. Цена каждой пачки 15 рублей. Так что можно затариваться их побольше. Так, вот такой хрустец. Часто берем. Это сметанное зелье. Не помню, брали мы раньше или нет. Взял две пачки. Одну пачку уже, естественно, съели. 130 грамм. Хрустец стоит 19 рублей 10 копеек. Тоже хороший. Сколько раз брали, всегда нравится. Опять прихватила вот такую сметану. В прошлый раз брала на пробу. Она, правда, такая дешевая, пятигорская. Сметана 20% жирности. Но она оказалась такая вкусненькая. Прям как настоящая. Я и не думаю, что она настоящая. Такие деньги. Ну, прихватила. Потому что вкусненькая. Типа такой ГОСТ у нас. Вот еще подробности. 400 грамм. И типа это нормализованные, постеризованные сливки. Заквасочные микроорганизмы. Это весь состав. И цена этого стаканчика 400 грамм. 36,90. 37 рублей. Сказочная цена. Я чуть не забыла за заморозку. Взяли вот такой заморозки. Овощная смесь мексиканская. Тут целый килограмм. Берем. Нам нравится. Вполне вкусная, съедобная. И дешевле, чем в еде. Кого волнует состав, прочитайте. Цена 96 рублей. Также, следующая фасоль. У нас кружковая. Также килограммчик. Уже брали. С морковочкой, чесноком, с майонезом. Очень вкусно. 94 рубля килограмм. По сути, если запасаться на какое-то долгое время, надо их несколько пачек брать. Но у меня в морозилке просто нет столько места. Само собой, мы взяли опять маккофе. Это капучино. Да, но самое выгодное именно в светофоре. Не в фикс-прайсе, не в магазинах. Оно не такое выгодное, как здесь. Пакетик темного шоколада для каждой порции. В фикс-прайсе в данный момент 55 рублей 10 штучек стоит. Но там единственное, что там корица вместо шоколада. Очень приятное, вкусное. Мне тоже нравится. Здесь 20 чашек у нас идёт. 183 рубля стоит 20 чашек. Это очень выгодно и очень здорово. Самая дешёвая цена. Внутри вот такая лента из 20 штук. Сзади прикреплен шоколад. Я думаю, все в курсе, все знают. И, по-моему, это самое вкусное капучино в пакетах, которое я только пробовала. Внутри пакета лежит вот такая вот штучка. Очень хорошо за неё подвесить эту ленту, как мы дома делаем. И обрывать, как в магазине. Знаете, на кассах висят. Пакетик, кажется, сам себе берёт. Ну, конечно, как бы сладко. А вот такие конфетосы у нас появились. Это у нас Невский кондитер. Весь в ассортименте. Килограмм. Так, значит, конфеты глазированы с комбинированными мягкими грильяжными корпусами. Икс Петровский форт. Нуга с карамелью и орехом. Манёвр. Нуга с карамелью. Паркур карамель с арахисом. Поставь, конечно, невесёлый. Этот пакет стоит 143 рубля 95. Это 144 рубля. В упаковке их три вида. Паркур, форт и манёвр. Первую по обычаю пробуем конфету манёвр Нуга с карамелью. Выглядит она вот так. Конфетки такие достаточно сытные. Выглядит она вот так, стандартно. И мы разрываем вкусно и аппетитно. Вот так это всё внутри в угне. Так, я такую конфетку съела. Мне понравилась. Достаточно вкусненькая. Ну и такой типа молочный шоколад. Конфетка форт. Нуга с карамелью и орехами. Так. Так, фокусируйся. Камера. И она выглядит уже вот так. О, ну вообще как-то, знаете, как она тянется и ломается. Там видите, прям уже орехи выскать вот оттуда. Боже мой, боже мой. Боже мой. Дарилку подставить. Мне сейчас я полыблют. В кусочках конфеты. Ну, аппетитно выглядит. Вторая паркур. Конфета глазированная. Карамель с арахисом. Так, ощущение, что там всё одно и то же. Ну, всё-таки немножко они разные. Обычно такая же конфета. Ой, она тоже такая жёсткенькая. Вот прям плотно. Видите, как надрывается. Прям очень похоже. Боже мой. Сейчас засенечу всю кухню нафиг. Всё ради вас. Она самая плотная. Орехов тут поменьше. Блин, они все вкусные. Всё три. Только одна помягче, другая. Средняя, третья пожёстче. Всё более плотная. Блин, остановиться кушать сложно. Хочется сразу чая. Кофе, хотим конфеткам. Очень вкусные. Короче, такие а-ля Сникерсы. Так, вторая коробка конфет. Вы, наверное, все их знаете. Они там уже лежат не знаю сколько времени. Завозят и завозят. Но очень красивое оформление. Это Джако. Я люблю конфеты Джако. Они там всегда в коробочках. Вот такие крупные конфетки хорошо упакованы. Я всё не решалась их брать. Ну, из-за того, что не знала, что внутри. И плюс здесь нет нигде описания вкуса. Это проблема. Причём они на трёх вариантах. Это вот, видите, Мишка у нас с цветочками и бочоночком. Потом есть бочоночком без цветочков. И есть бочоночек, где он такой несёт его. То есть он идёт, несёт, а не сидит. Три варианта. И нигде не написано. То ли это все одинаково, просто разные фантики. То ли разный вкус, но нигде вкус не обозначен. Все эти конфеты во всех коробках называются фигурный бочонок. У нас их прям целая гора стоит. Можете прочитать сразу из состава. Здесь их, кстати, 754 грамма всего. А, ну никак не килограмм. Я думала килограмм. Конечно, такую варианта коробочку даже на держание в подарок конфеты. Я бы хотела больше такую коробку получить, нежели по оформлению. По количеству конфет. Нежели просто коробку с конфетами, где не разложены какие-то ячейки. Но потому что, мне кажется, это их больше, их много, их на дольше хватит. И можно дольше наслаждаться. И, в принципе, выглядят они хорошо. И там бывают разные разновидности. Не только фигурный бочонок. Цена за 754 грамма 150 рублей. И я надеюсь, если будет карантин, эти конфеты скрасят наше одиночество от общества. Конфетки выглядят очень симпатичные и очень красиво оформленные. Никакими помятые там скрученные бумажки. Очень такая плотная бумага. И прямо, знаете, конфета-конфета. Во всем, во всех смыслах. И очень симпатичная упаковочка. Не только не говорится, что я застряла на них. Но всегда приятно созерцать что-то приятное. И внутри вот такая конфетка у нас. И здесь реальный бочонок. Если честно, я так никогда в жизни не ела. А может быть, ела, да не помню. Но лично мы никогда такие не покупали. Это первый раз. Хотя конфеты уже сто раз, сто лет продаются. Но из-за того, что нет определенного вкуса, они написаны на коробке. Мы их постоянно, я их не покупала. Бочонок у нас раздваивается. И получается два полубочонка. Хочу сказать, естественно, про упаковки видно, что мы уже чаек попили, кофеек с этими конфетами. Я не выдержала ждать следующего дня, когда это все. Вот. Съемки. Настанет день съемок. Так, и хочу сказать, мне эти конфеты, по сути, не вкусные, если не придираться. Но мне не нравится, что это не шоколад. И вообще, такого типа конфеты просто не люблю. Здесь толстый шоколад. Вернее, не шоколад, а шоколадная глазурь. Внутри обычная сладкая, присладкая начинка. Вот так я вам сейчас ее сломаю. Вот, сломала. Вот. По сути, вкусные. Знаете, прожить можно. Сладкие, с кофе, с чаем вполне пойдет. И бочонок такой, знаете, медовый цвет, как будто бы реально с него выливается мед. Прикольно по-своему смотрится. Медового вкуса никакого здесь вы не заметите. Обычно что-то типа сливочной помадки такой, что ли. Ну, сильно сладкая, притяна сладкая. И плюс, был бы еще настоящий шоколад, был бы другой вкус. Ну, здесь вкус, начинка заглушает вкус именно молочной плитки. Вместе с шоколадной плитки. Так как государство нам не предоставляет выбора качественных конфет. В принципе, они есть. Но я имею в виду из недорогого сегмента конфеты эти неплохие. Так. И мы взяли еще питьевую воду. Кстати, у нас очень много берут питьевую водопятишками с светофором. Мы пятишки вообще ни одну не взяли. Мы взяли вот такую, если ту, если тугский источник номер 4. Я не знаю, настоящая это вода или подделка. Может быть, кто знает, напишите, пожалуйста, вода минеральность питьевого лечебно-столовая газированная. Пятигорский завод минеральных вод. Вот, типа, вот так все выглядит. Полтораха. Взяли их 4 штуки. Муж уже одну волокна работал. Запаслись называется. Воду эту во время всяких инфекций полезно пить. Без газа желательно. Прочитайте информацию, если вам это интересно. Вроде как, типа, натуральная. Но очень дешевая. Цена каждой бутылки 1,5 литра. 16,90. 17 рублей. Сплошные-сплошные минералы. Так, наша водичка. Также мы взяли еще отчаяния с говядиной полнорационный сухой корм для кошек. И постоянно берем. Он там самый дешевый. Чего-то другого, дорогого корма у нас куда-то пропал. Вот. И берем такой, в принципе, смысл. Не вижу тратить на это деньги. Так как у нас коты просто с ума сходят. От него трясутся и едят. Также едят и собаки. Вообще мы кормим своих животных. Только я варю кашу. И причем часто мясную. С настоящего мяса домашнего. Там, и они со стола у нас все едят. У нас дворовые коты и собаки. А этот корм не идет тогда, когда я не успела что-то приготовить. То есть, про запас. По весу его 1,9 килограмм. Почти 2 килограмма. Ну и цена корма 123 рубля этот пакет. 123 рубля. Ну и вот так выглядит наше затаривание. Вот примерно вот так. Бумага. Там полный завал. Вы все видели сначала, как это все выглядит. И вот так. Было показать вам кусочек сыра Пашихонского. Написано, что сыр, а не сырный продукт. 322 рубля 90 копеек килограмм. Ну кусочек вот так вытянула. Обычный сыр. Не пробовали. Взяла про запас его. Написано, что сделала с молока пастеризоновой. Закваски. Делает Кабардино-Болгарская. Кабардино-Болкария. Город Белсак. Могу прочитать. И все это добро вышло мне 2993 рубля 13 копеек. Короче, 3000 все стоит. Плюс еще пакеты там у них шикарные. 4 пакета по 3 рубля. Это шикарная цена. Такие большие пакеты. Упаковочные. Напишите, запасайтесь. Как у вас в городах сейчас ведут в это время? Сидят ли дома? Уменьшились ли люди на улице? Ходят ли в повязках? Скупают ли все основное в магазинах или нет? У нас в магазинах более-менее все спокойно. Не хватает там самых дешевых круп. Гречки там, риса. Вообще крупы там в пакетиках по килограмму. В принципе, все остальное есть. Акции в магазинах есть. Но смотрю, что кое-что уже подорожало. Чеснок я купила в магните 100. Ой, 100 теперь у нас какой-то достаточно говеный, проросший, вялый. Подскочил. Цена 295 рублей или 285 рублей. Почти что 300 рублей, честно. Вот такого я еще не покупала, дорогого никогда. Дешевая туалетная бумага, естественно, тоже разобрана в магните нашем была. Так, в других магазинах не знаю. В принципе, по сути, как бы ближе к спокойствию, нежели наоборот. Напишите, как у вас, в ваших городах, так, не так. Может быть, у вас уже там карантин во всю школу, дети не ходят. У нас пока все везде ходят. Но в садиках режим такой. По желанию можете ходить, можете не ходить. Всем пока, спасибо за просмотр. До свидания. Лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал, чтобы поймать мои следующие видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok